За пять лет работы на своем участке Александр Пожаров повидал многое. Мужчина трудится в микрорайоне «Крутые ключи». Здесь ему приходится следить за людьми, которые освободились из мест лишения свободы, решать семейные и бытовые конфликты и даже спасать маленьких детей. Однажды участковый помог мальчику, который едва не упал с балкона. Родители отдыхали после ночной смены и не уследили за малышом. Мне пришлось залезать на балкон, снимать его с балкона, спустить на землю, и после этого в квартиру данный ребенок был возвращен родителям. Жители микрорайона Александра Пожарова уважают и ценят, ведь полицейский готов прийти на помощь в любое время суток. Они считают, что мужчина, как никто другой, достоин носить звание народного участкового. Человек порядочный, отживчивый. Таким людям между участковыми. Претендует на звание народного участкового и хрупкая, на первый взгляд, девушка Алена Искандарова. За миловидной внешностью скрывается серьезный и ответственный сотрудник. Она пришла работать в полицию по стопам своих родственников. Отец Алены тоже в погонах. За долгие годы службы девушка не раз сталкивалась лицом к лицу с преступниками. Во время чемпионата мира по футболу она спасла мужчину, который внезапно почувствовал себя плохо. Времени на раздумья не было. Я приняла решение посадить его в машину и доставить в больницу имени Пирогова. Передала его в приемное отделение. Данный гражданин взял мой номер телефона и впоследствии позвонил, отблагодарил, пояснив, что у него был микроинсульт и что, если бы не я, то, может быть, обошлось все с отягочающими последствиями. Голосовать за народного участкового будут местные жители. На первом этапе они выберут лучших сотрудников из Самары. Затем полицейские будут представлять город на региональном и всероссийском этапах конкурса. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.